Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У меня очень многие, очень долго просили показать, рассказать, как я поливаю. И когда я говорю, что я поливаю сразу, даже с молодой рассадой, холодной водопроводной водой, ну, кто-то не верил, одна женщина вообще просила, скажите, какой у вас там, как она сказала, прибор для подогревания. Никаких приборов у нас нет. Вода водопроводная, и вот так я поливаю. Включаю шланг и поливаю даже вот такую молодую рассаду. Конечно, это вынужденный такой полив холодной водой. Я знаю, что надо поливать теплой водой, все знаю, как поливать, но у нас такая необходимость. У нас теплой воды нет, и никогда ее не будет. Значит, вот томаты, которые я высаживаю, ни разу в жизни не увидят теплой воды. Они, может быть, и полюбили бы теплую воду, но они не знают, как она выглядит и что это вообще такое. Закаливаем сразу, с самого маленького возраста. Поливаю холодной водой и томаты, и перцы, все кроме огурцов. Теплой воды хватает только на огурцов. У нас вода не только, не то, что из водопровода, у нас ледяная вода из артезианской. У нас своя скважина. Глубина залегания воды 20 метров, и оттуда вода ледяная, рука не терпит. Но поливать начинаем. Ой, сейчас перемещусь. Поливаю весь сезон такой водой. Томаты привыкают, и, наверное, им кажется, что это нормально. Не знаю, чтобы это отражалось плохо на урожае, я не замечала. Всегда мы с помидорами, помидор много. Конечно, лучше всего поливать теплой водой. Я никому не призываю поливать ледяной холодной водой. Но если уж возникает такая необходимость, я считаю, что лучше вообще хоть чем-то полить, чем не полить. Совсем. Все, до свидания. Вот это мой полив томатов. Томатов маленьких, молодых. Также поливаю и большие. Также поливаю, вот у меня здесь перцы. Точно такая же, эта же вода. Заливаю все до полного промокания. Но поливаю редко. Завтра выглянет солнце, земля согреется, и вода эта будет теплая в почве. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Наши сибирские томаты сразу привыкают с рождения к холодной воде.